Маститые российские дезинформаторы Маститые российские дезинформаторы Которые посмотрели данный видеосюжет И с которыми мне довелось поговорить В один голос говорят, что закадровый голос Выдает людей, для которых украинский Не является не то что родным Но даже хорошо знакомым Так вместо украинских слов они используют русский Вместо богатия используют костер Вместо папир бумага Вместо знайшов нашов А слово чурбанский в украинском языке Не используется совсем В адрес других народов тем более Как получилось так, что украинские фашисты И националисты, которые ненавидят Все русское, которые за использование Русского языка распинали Мальчиков, вдруг сами стали Использовать русские слова Вместо родных, украинских Как фашисты, которые запрещали Разговаривать на русском языке Которые ненавидели все украинское Могли допустить, что в Украине Издается перевод Корана Да еще на русском языке Они же так ненавидят всех, кроме украинцев Почему сжигать перевод Корана Так называемые националисты Начали именно во время войны А не до нее Ведь никто не мешал им сделать это раньше За все довоенное время Не было ни одного случая Чтобы так называемые неонацисты На протяжении восьми предвоенных лет Сжигали Коран И разрешали мечети Запрещали хиджабы И это при том, что мусульмане За исключением крымских татар Не являются коренным населением Украины Главный вопрос заключается не в том Сожгли ли Коран россияне или украинцы А в том, кому это выгодно Выгодно ли это Украине В рядах армии которой воюют выходцы С Северного Кавказа? Нет Выгодно ли Украине терять расположение Антироссийского сегмента Кавказского общества? Нет Выгодно ли Украине давать Российской пропаганде Повод для набора пушечного мяса Среди мусульманских народов Под эгидой защиты исламских ценностей? Нет Выгодно ли это России? Выгодно потому, что мы уже видим С каким аппетитом они смакуют Этот абсолютно фальшивый фейк Выгодно потому, что сейчас Россия Особенно остро нуждается В пушечном мясе И доверчивые, не особо искушенные И в хитростях информационной войны Мусульмане И к тому же желающие Отомстить украинцам за сужение Корана Могут возместить потери Среди пригожинских зэков То, что этот фейк разгоняется И в арабоязычном сегменте сети Говорит как раз о том, что это было выгодно Путинскому режиму Который планирует рекрутировать На войну уже не только жителей Мусульманских регионов России Но и жителей арабоязычного зарубежья О так называемом украинском нацизме Можно судить по отношению К бытовавшим в украинском обществе Отношении к мусульманам Ведь отношение к мусульманам Очень показательный тест на ксенофобию Если мусульмане Ни духовно, ни ментально Не связанные с коренным населением Чувствуют себя как равноправная часть общества То можно утверждать, что в таком обществе Уровень ксенофобских настроений Либо минимален, либо равен нулю 40 тысяч проживавших в Киеве мусульман Имели мечети больше, чем 3 миллиона мусульман Москвы Причем их количество в Украине Как и количество мусульманских организаций Год от года увеличивалось Что объективно указывает на то Что украинские нацисты проявляли Куда больше толерантности к мусульманам Чем веротерпимые россияне То и дело выходящие на митинги Против строительства мечети В Краснодаре, где проживает 150 тысяч мусульман Нет ни одной мечети В Калининградской области, где проживает 100 тысячная мусульманская община Одну единственную мечеть, построенную русским мусульманином Артуром Русяевым, на его собственной земле снесли А сам он был обвинен в хранении наркотиков И заключен в тюрьму Где при невыясненных обстоятельствах скончался Один единственный случай, когда сотрудники украинской полиции Пришли в мечеть, чтобы проверить документы Вызвал массу критики со стороны муфтия Украины Исмогилова, правозащитника Рифата Чубарова И многих других украинских правозащитников Помимо этого, украинские неонацисты Опустились до неслыханного святотатства Они провели пикеты с требованием Не допускать впредь подобные акции О Министерстве по делам культуры, молодежи и спорта Выпустила пресс-релиз с требованием принести извинения Уже спустя неделю Активисты, среди которых были не только мусульмане Пикетировали здание Государственной миграционной службы Украины Они требовали от чиновников Объяснений относительно случившегося А также извинений перед мусульманской общиной страны Конечно, мы не можем полностью исключить возможность того Что на видео могли оказаться и украинские солдаты Но тот факт, что бациллой ксенофобии Российское общество заражено куда сильнее, чем украинское Указывает на то, что за кадром данного видео Вполне могли оказаться те, кто во время патриотических маршей Или футбольных матчей скандировал оскорбления в адрес Всевышнего Или тот, кто во время так называемых спецопераций Топтал Коран в Татляре Рубил Коран топором в Гимрах Резал ножницами Коран в Новососетлях Или тот, кто рисовал свастики в Гимринской мечети И в поселке Временной Нужно ли говорить о том, что все вышеописанные действия Проводились при привычном молчании Как официального духовенства, так и российских СМИ Ныне озабоченных разгулом украинских неонацистов И только мусульмане, на которых было поставлено клеймо врагов народа Выносили эти вопросы на всеобщее обсуждение Один раз показали Посадить этого человека, которого адвокаты избивают Милиция вообще не при чем, адвокаты избивают Ребенка избивают Это хасалютизм насилов, весь мир знает до сих пор там Это же что это? Сколько будет миграция? Сколько будет миграция? Сколько народу теперь? Это уже все, уже сейчас Дочка накала Но нужно сказать, что не все муфтии предпочитали отмолчаться После факта осквернения Корана в Новососетли еще в 2006 году Председатель Ассоциации мечети России Член Совета муфтиев России и директор Исламского правозащитного центра Исмаил Шангиреев Осудил действия военных, напрямую увязав их с фанатичной исламофобией, пропагандируемой государственными СМИ В частности, он заявил, кощунственные действия военных по отношению к Корану Это результат масштабной исламофобии, которая насаждается в российском обществе Исламофобские настроения настолько сильны, что осквернить мусульманскую святыню Коран Или надругаться над чувствами мусульман считается чуть ли не героизмом Осквернение Корана в дагестанском селе лишь один случай, о котором стало известно Но таких случаев я могу привести много Конец цитаты Описанные случаи встречались не только на Кавказе Случаи избиения заключенных и факта осквернения Корана не единичны и в российских тюрьмах В апреле прошлого года правозащитный портал ГУЛАГУ.НЕТ сообщал, что в знак протеста против пыток и избиений мусульман А также многочисленных случаев осквернения Корана, совершенных сотрудниками Ульяновского УФСИН Тем более в месяц Рамадан 37 заключенных, кстати не только мусульман Вскрыли вены и животы и еще около сотни объявили голодов Оскверняли Коран и сотрудники Иркутского СИЗО Причем свои действия они сопровождали привычными пытками-швабрами В Калмыкии у заключенных мусульман отбирали молитвенные коврики и Кораны А их самих избивали, на них мочились и заставляли пить нечистоты Нельзя сказать, что такие инциденты происходят повсеместно, но они происходят достаточно часто Конечно, никто не говорит о том, что в Украине отношение к заключенным повсеместно уважительное Но фактов дискриминации по религиозному признаку там не замечено Никто также не может полностью исключить возможность того, что в более чем 40-миллионной Украине Не найдется тот, кто не показывая лица в состоянии совершить подобное злодеяние Ну в общем мы заметили ляпы в очередной провокации Помним о том, что происходило в годы Кавказской войны Знаем о том, что происходит по сей день И видим то, что со времени вышеуказанных событий Кривая ксенофобских настроений в России только и делает Что неизменно ползет вверх И поэтому мы оставляем за собой право на сомнения в правдивости сообщений про кремлевских СМИ Мы также оставляем за собой право на вопрос о том Почему именно сейчас Симоняны и прочие десятками лет разжигавшие по отношению к нам ненависть Культивировавшие в умах миллионов россиян образ врага-мусульманина Молчавшие о многочисленных фактах вандализма по отношению к Корану Вдруг возомнили себя его ревнителями Все мы прекрасно понимаем, для чего было совершено данное злодеяние А сделано это было для того, чтобы у мусульман появилась мотивация для участия в украинской войне А у тех, кто там находится, чтобы отпали все сомнения Сделано это было топорно-коряво, как и все предыдущие фейки российской пропаганды Но даже если версия об украинском следе чистая правда То тогда к тем, кто разгоняет этот позорный фейк, возникает вопрос Если за то, что некие украинцы сожгли Коран Мусульмане Кавказа должны убивать всех украинских солдат То, что мусульмане Кавказа должны делать с прикомандированными российскими военными и сотрудниками ВСИН Действия которых ничем не лучше того, что сделали эти якобы украинцы Действия которых российская пропаганда преподносит как акты сатанизма и богохульства И этот вопрос для них крайне неприятен, ибо им ничего не остается, как либо промолчать, либо признать Что сожжение Корана их оскорбило только потому, что оно совершено якобы украинцами Когда же Коран сжигают сотрудники ВСИН и МВД России То крики и проклятия в адрес бандеровцев сменяются, чем бы вы думали Да ничем они не сменяются Бандеровцев, симоняны и внемлющие им кавказские ура-патриоты Могут проклинать круглосуточно, не отвлекаясь ни на сожжение Коранов Ни на крики терзаема в застенках мусульман Субтитры создавал DimaTorzok